Вчера в зале администрации района состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы муниципального отдела МВД России «Кашихабльский». Совещание прошло в режиме ВКС под председательством главы района Заура Хамильзова. В нем приняли участие председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, первый заместитель главы района Руслан Емыков, начальники отделов и управлений, главы сельских поселений. По первому вопросу об обеспечении безопасности при подготовке и проведении новогодних праздников выступил начальник управления культуры Рауф Хурья. Вопросы общественной безопасности и особенно антитеррористической безопасности всегда стоят во главу угла на всех крупных праздничных мероприятиях. Это касается особенно Нового года, потому что этот праздник имеет особый какой-то смысл. Из чего мы исходим? Ежегодно, незадолго до начала праздничных мероприятий, мы собираем руководителей и проводим с ними инструктаж. Прежде чем провести этот инструктаж, я обязательно ставлю в известность Николая Семеновича. Мы приглашаем заинтересованные структуры, и инструктаж проходит не просто в режиме каких-то добрых пожеланий, а с учетом мнения профессионалов. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Руслан Адамовича, который здесь находится, я не помню, случая, чтобы он нам отказал, или не пришел сам, или не прислал своего коллегу, чтобы он дал какие-то квадрифицированные советы. Конкретно, с чего мы начинаем? Незадолго до начала этих мероприятий, тщательно проверяются все клубные учреждения, начиная от комнат, где располагаются наши коллеги, заканчивая чердачными помещениями на предмет наличия чего-то подозрительного, ненужного или непонятного. Также осматривается территория вокруг. По просьбе заинтересованных ведомств, мы разослали всем сторонам наши мероприятия. Может быть, кого-то смутит, что там написано, что мероприятие проводится онлайн, но в случае улучшения эпидемиологической обстановки будет проводиться оффлайн. Маловероятно, что что-то за ближайшие 10 дней изменится, и, скорее всего, эти мероприятия пройдут онлайн. Должен сказать, что репетиции идут каждый день. Я очень надеюсь, что мои коллеги доставят хотя бы в дистанционной форме небольшую радость людям, которые любят послушать там песни, танцы, посмотреть какие-то терроризованные представления. В имени своих коллег, работников культуры, поздравить всех тех, кто находится в этом сзади и следит, или следит за нами с экраном мониторов, поздравить с наступающим Новым годом, годом Тигра. Пусть этот год будет для вас такой же жизнеспособный, такой же смелый, такой же радостный и здоровый, как это прекрасное животное. Желаю всем семейного уюта и, самое главное, здоровья. Тему продолжила начальник управления образования района Асяд Бердегова, которая сообщила, что в целях обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений их руководителям рекомендовано провести с сотрудниками инструктажи по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности на период проведения новогодних праздников. Для обеспечения комплексной безопасности во время проведения новогодних праздников во всех образовательных учреждениях приняты все необходимые меры, начиная с нормативных документов изданий приказов, заканчивая плановыми и внеплановыми инструктажами и тренировочными занятиями по эвакуации из образовательных учреждений и зданий. Новый год, новогодние настроения детей уже начиная с сегодняшнего дня создаются в образовательных учреждениях. В рамках всероссийских конкурсов, мероприятий, дети готовят поздравления к Новому году для своих родителей, бабушек, дедушек, учителей, воспитателей. Потом дети украшают окна, тоже в рамках всероссийских конкурсов, новогоднее окно. Но, к сожалению, тоже с пандемией массовые мероприятия исключаются, но Новый год будут дети отмечать в школах, каждый в своем классе, в дошкольных образовательных учреждениях, в своих группах. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах на территории Кашхабльского района выступил начальник отдела по делам ГО и ЧС Николай Зверев. Уважаемые коллеги, ежегодно на заседании КЧС мы рассматриваем вопрос об обеспечении безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период. По прогнозу Адыгейского гидрометцентра, уже с этой недели прогнозируется понижение ночных температур до минус 14 градусов. И в связи с этим будет формироваться ледяной покров на водных объектах нашего района. Естественно, этот факт будет привлекать к выходу на лед населения района и в особенности, конечно, это дети, школьники нашего района. Значит, на официальном сайте администрации района есть раздел ГО и ЧС. Буквально сегодня-завтра мы туда заложим информацию об обеспечении безопасности на водных объектах. И кроме того, распоряжение ежегодно мы готовим. Значит, распоряжение будет подготовлено и также будет выложено на сайте администрации района. У меня просьба к главам сельских администраций после выхода вот этого распоряжения аналогичные нормативно-правовые акты принять на территории каждого сельского поселения и по возможности провести обследование водных объектов, на которых могут или возможны выходы людей на лед. Кроме того, Ася Хамедовна, большая просьба, конечно, к вам и к директорам школ, и к заведующим детских садиков, я вас очень попрошу по возможности провести буквально на этой неделе классные часы и другие мероприятия с детьми по обеспечению мер безопасности на водных объектах в случае остановления ледяного покрова на водных объектах. Представители МВД и МЧС в своих выступлениях заверили о готовности ведомств к новогодним праздникам. И в заключении заседания комиссии глава района поздравил всех с наступающим Новым Годом. Я вот вижу сегодня в моем расширенном составе руководителей общеобразовательных учреждений, глав поселений, всех, кто присутствует сегодня в этом зале, поздравить с наступающим Новым Годом, не болеть всем вам, вашим близким, семьям счастья, благополучия и самое главное, крепкого-крепкого здоровья. Спасибо, всем удачного дня.